Одно из самых радостных событий Великой Отечественной войны, одновременно напоминающее о великой трагедии, прорыв блокада Ленинграда. В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения города. А там, между сугроков горбатых, нетрудно и взрослым шагать, на саночках узких ребятам везут свою мертвую мать. Самое яркое воспоминание о блокаде – это порция хлеба в 125 граммов в день, когда все пути к бегству были отрезаны. В Академии гостеприимства сегодня готовят тот самый блокадный хлеб, а точнее, одну из его версий. В водичку добавляем дрожжи, соль и все это перемешиваем. После того, как добавим и смешаем наши продукты растворяться, нужно будет добавлять оставшиеся ингредиенты. В блокаду к тесту добавляли еще и химически обработанную древесину, по-другому целлюлозу, и такой продукт спасал жизни. Человеческое отношение, которое было у жителей блокадного Ленинграда, разумеется, это трагедия, это большое горе в нашей стране, это отдельная страница Великой Отечественной войны, но там все равно была жизнь. Блокадный хлеб испекла выпускная группа пекарей-кондитеров Академии. Его раздали студентам и людям на улице, как напоминание о тех суровых днях. Это действительно очень сложная тема, патриотическое воспитание современной молодежи. Действительно, есть и положительные стороны, есть элементы навязывания, и дети, конечно, реагируют по-разному. Кого-то мы трогаем это до глубины души, и со слезами уходят с мероприятия, но кому-то очень сложно достучаться. Жестокость войны рождает подвиги, и помнить о них нужно всем, чтобы в будущем не было даже поводов для такого героизма. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.